МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Считаете завтрак самым важным приемом пищи? Берете с собой на работу вместо конфет, натуральной снеки и жизни не мыслите без здоровой пищи? Или давно мечтаете добавить в свой рацион полезную еду, но не знаете, с чего начать? Тогда рекомендую в эти выходные посетить фестиваль вкусной еды в национальной деревне. В нескольких словах расскажу, что это такое. Фестиваль вкусной еды – это традиционный праздник вкуса, полезной еды и хорошего настроения. В этом году он приурочен к празднику Пасхи. Все гости гастрономического фестиваля смогут не только продегустировать, но и приобрести качественные и полезные продукты прямо от производителей. Особое место на празднике организаторы отвели для пасхальной ярмарки, на которой можно будет приобрести пасхальные куличи, выпечку, молочную, мясную и деликатесную продукцию для праздничного стола. Кроме гастрономического изобилия, гостей праздника ждет и насыщенная концертная и развлекательная программа. Среди участников фестиваля организаторы разыграют 10 вкусных корзин и более 20 других подарков. Товары для дома, сертификаты в магазины и салоны красоты, приглашения в развлекательные центры. Я думаю, за такие подарки стоит побороться. Поэтому не упустите возможность и приезжайте 30 апреля в национальную деревню на фестиваль вкусной еды. И не забудьте захватить с собой паспорт. Это обязательное условие для участия в розыгрышах. Любите вкусно поесть и повеселиться? Тогда вам просто нельзя пропустить третий фестиваль натуральной продукции ForteFest. Почему нельзя? Сейчас объясню. Во-первых, это бесплатно. Никаких дополнительных вложений. А суббота и стандарт не может превратиться в яркую и незабываемую. Поэтому остаться дома просто непозволительно. Теперь о том, что вас ждет. Сыры от Джона Каписки, Джея Клоуза, Марии Коваль, колбаски из лососа в брусничном соке, элитный органический мармелад и ремесленный шоколад, который делают вручную из какао-бобов. Представляете, все эти лакомства на праздники можно будет продегустировать. Ну а те, что понравятся, увезете домой в свой холодильник. Но ForteFest – это не просто фестиваль натуральной продукции. Это еще и настоящий семейный праздник с насыщенной развлекательной программой. Вас ждут живые концерты Люси и ребята и джазовой команды Николай Буданов и друзья. Контактный зоопарк и фотозона с Хаски. Еще в программе гастрономического праздника детская анимация, пасхальные мастер-классы, танцевальный флешмоб, а также турнир по настольному футболу, мафии и боулингу. Воспользуйтесь хорошей весенней погодой и выберитесь всей семьей на природу. Отличное настроение, положительные эмоции и море вкусной еды вам гарантированы. Помните интеллектуальную игру «Что, где, когда»? Наверняка кто-то из вас даже отправлял вопросы для знатоков, а кто-то сам хотел побороться за хрустальную сову и обгадать, что в черном ящике. Теперь такая возможность у вас есть. 26 апреля в Саратове состоится интеллектуальное сражение «Игры разума». Это та же игра «Что, где, когда», только проходит она в более непринужденной атмосфере. Главная задача «Игры разума» — выяснить, кто самый умный. Ну, по крайней мере, будет таковым до следующей игры. Поэтому, если вы обладаете врожденным даром мыслит логически, собирайте всю свою эрудицию и дедукцию и приходите на «Игры разума». А я пока вкратце расскажу вам несколько простых правил. Игра состоит из двух раундов. В каждом по 8-10 вопросов. На их обсуждение команде дается всего по полторы минуты. Кстати, о командах. Их в игре одновременно участвует несколько, в каждой не более 6 человек. Поэтому, если среди ваших друзей есть настоящие эрудиты, которые не боятся вопросов из серии «Что, где и когда», смело зовите их на игру. Организаторы обещают всем хорошее настроение и каверзные вопросы. Кстати, за них отвечает дневной клуб «Дружба». Там 26 апреля в 19.00 и состоится игра. Вы когда-нибудь видели самовар-эгоист? Ну или хотя бы догадываетесь, почему он так называется? Нет? Тогда советую вам посетить музей самоваров, который открылся в Саратове летом прошлого года. Уверена, эта выставка не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. 25 лет Семен Максимович Глозман собирал коллекцию самоваров. И сейчас она насчитывает только, представьте, свыше 700 предметов. Среди них самовары разного назначения и применения. Каждодневные, парадные, дорожные, солдатские, детские, классические. Самовары кухни, сбитеньки, чайники и кофейники. Всех так сразу и не перечесть. Также на выставке вы наглядно проследите, как трансформировался самовар из утилитарного предмета в символ русского быта и стал не просто центральным предметом чаепития, но целым произведением искусства. Да-да, именно так. Ведь в форме декорирования самоваров использовались разные стили. Классицизм, ампир, второе рококо и историзм. Кстати, зачастую самовары изготавливались на заказ по экскизу художника. В основном менялась форма тулова. Образцы делали в виде античной вазы, урны, бочонка или даже петуха. Увидеть поочию эти шедевры можно в музее самоваров по будням с 10 до 18.00. И возьмите с собой детей, родных и друзей. Я уверена, такого многообразия экспонатов они не встретят больше нигде. Кстати, название «Гаис» самовар носит потому, что рассчитан на один стакан воды. А вы знали, что в нашем городе есть уникальный музей стекла? Уникальный, потому что там хранятся копии таких изделий, как хрустальные шахматы Брежнева, короны Российской империи, подаренные Ельтину, митропатриархов Сея Руси Алексия II и хрустальные орхидеи Мирея Матье. Таких экспонатов, уверена, вы точно больше нигде не встретите. Музей стекла является хранителем лучших традиций Саратовского завода технического стекла. Изделия наших мастеров привлекают внимание изяществом форм и оригинальным дизайном. Каждое из них произведение искусства. Сегодня музей стекла это четыре зала, в которых хранится более пяти тысяч экспонатов. Каждый год музей посещают тысячи человек, среди которых российские и иностранные делегации, представители исполнительной и законодательной власти, общественных объединений, руководители предприятий, студенты и школьники. Посетить музей можете и вы. Он работает по будням с 8 до 12 утра. Единственное, что на Саратов стройстекло действует пропускной режим, поэтому для посещения выставочного зала необходимо написать официальное письмо на имя генерального директора с просьбой о проведении экскурсии. Такими культурными событиями порадует нас Саратов в ближайшие дни. На этом, как вы поняли, наш список мероприятий подошел к концу. Но уже через несколько дней я, Анастасия Куклева, снова расскажу вам о том, чем еще можно будет разнообразить свое свободное время. Ходите на хорошие мероприятия и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова